каждый человек совершает ошибки людям свойственно ошибаться и как говорится не ошибается только тот кто ничего не делает всем привет вы на канале airsoft rus и в этом ролике мы поговорим об ошибках страйкболистов сразу скажу что этот ролик скорее шуточный чем серьезный хоть мы и будем разбирать реальные ошибки все ошибки в этом ролике свойственно скорее новичкам хотя иногда и ветераны страйкбола или допускают поэтому думаю что будет интересно всем а теперь давайте к нашим ошибкам и первая ошибка это не сыгранность с вашим сокомандником или со всей командой если вы используете какие-то вербальные или невербальные сигналы сначала убедитесь что ваш товарищ их вообще понимает и знает что они значат иначе вы можете попасть в глупую ситуацию обозначение жестами руками или голосом должны быть всегда понятны вашим сокомандником и всей вашей стороне если вы хотите их использовать сначала убедитесь что все их знают тогда от них будет польза дело в том что команды жестами пусть и плюс минус унифицированы но все равно всеми понимаются по-разному если для одного человека поднятая ладонь будет являться командой стой для другого человека это может являться командой пора кушать и вот я принес еду из макдональдса то же самое с командами жестами по направлениям если человек просто вот так помахал вам рукой можно не понять что он имел ввиду я обычно показывают так один или два там три человека с правой или левой стороны что означает что я подозреваю что несколько противников или один противник находится справа или слева от меня но опять таки мои сокомандники об этом должны знать если я им собираюсь показывать такие жесты скворец в гнезде птичка в клетке муха съела наживку орел в гнезде понял боец ты куда там туда вторая ошибка это не использовать все доступные средства для достижения цели звучит это конечно немножко пафосно но тем не менее зачастую страйкболисты не используют и половину возможностей для того чтобы достичь победы если тебе разрешили ознакомиться с полигоном за час до игры иди и ознакомься не ленись просто прогуляйся по полигону изучи укрытие и обстановку если на игре разрешена пиротехника то почему ты приехал без гранат если на игре разрешен большой тюнинг почему ты приехал только с пистолетом если на игре разрешено использование всех этажей зданий и крыш почему ты сидишь на первом этаже Если на игре можно было строить свои укрытия, почему ты ничего не построил? Этот список так-то можно продолжать очень долго. Просто помни, что если есть возможность, всегда пользуйся ей для того, чтобы достичь желаемого результата. Либо не огорчайся, если проиграл, не использовав все доступные средства. Жизнь всегда дает нам возможности, а наша цель использовать эти возможности. Говорю, как какой-то мотивационный тренер, но тем не менее, используй все доступные средства для победы. Третья ошибка — это неправильный менеджмент выносливости. Если игра началась всего полчаса назад, а ты уже три раза сбегал до базы противника в мертвяк и обратно, то что-то ты делаешь неправильно. И уже через час ты выдохнешься и будешь просто сидеть на месте, потому что устал. Всегда думай, что и как нужно делать. Если база противника далеко, и идти до мертвяка, и сидеть там еще два часа, и тебе это не хочется, это долго, сложно, отвратительно, не надо, то просто рассчитывай свою атаку, свою оборону так, чтобы не бегать поражняком по всему полигону без какой-либо цели. Носиться по полигону, сломя голову, это очень весело, но бесполезно, потому что если ты выдохнешься в начале игры, то дальше эффективно продолжать игру ты уже не сможешь. А главное — это то, чтобы ты на протяжении всего проекта мог эффективно вести бой. Здесь, конечно, нужно отталкиваться от того, насколько у тебя много сил. Если ты спортик и можешь на протяжении 10 часов носиться без остановки, то, пожалуйста, бегай, твое право. Если же ты понимаешь, что в той снаряге, которую ты нацепил, долго и эффективно воевать тебе не получится, то экономь свои силы, они тебе еще пригодятся. Четвертая ошибка — это не ухаживать за своим приводом. Да, не каждый человек умеет чинить свой автомат или пистолет, и это абсолютно нормально. Это не обязательный навык. Однако периодически сдавать привод на ТОшку и ремонтировать его в случае необходимости должен каждый игрок. В противном случае привод может сломаться или заклинить прямо на игре. Может порваться резинка хопапа, может обломить шестерни, поршень, да, в общем-то, может случиться буквально что угодно. И когда это происходит на игре, ты буквально выбываешь из проекта, если у тебя нет запасного привода или вторички. И я даже не говорю о том, что этим ты подставишь свою команду. Больше всего этим ты подставишь сам себя. И привод не нужно чинить каждую неделю или буквально каждый день. Достаточно хотя бы раз в полгода носить привод на ТО к мастеру для того, чтобы он работал безотказно. И здесь есть один дополнительный момент, что если вы играете на песчаном полигоне и привод нахватался песка, хорошо бы сделать ТО сразу после игры. Потому что попавший песок внутрь гирбокса очень быстро выводит привод из строя. Здесь, в общем-то, вообще все просто. Если ты играл в сложных условиях, то привод нужно хотя бы почистить и смазать. Если же ты играешь в обычных условиях, то просто носи раз в полгода и будет тебе счастье. Пятая ошибка – это не прислушиваться к указаниям командира твоей стороны. Командир стороны, как правило, знает, по какому сценарию проходит проект. Знает, где будут замесы, знает, где точки интереса. Поэтому, отдавая приказ, он знает, что отправляет вас не просто бесцельно где-то стоять, а действительно на интересный замес. И если вы будете просто бесцельно бегать по полигону, не прислушиваясь к командам, вы упустите самую интересную часть. Когда вы отправляетесь изучать полигон самостоятельно, вы не знаете, где идет сражение, а где никого нет. Поэтому вы будете бесцельно бродить среди зданий и леса, не понимая, где же здесь происходит игра. К тому же, этим вы подставляете свою сторону в целом. Ладно, вы один отправились изучать полигон, а если хотя бы треть игроков отправится вот так в самоволочку, не прислушиваясь к командиру, то будет полный разброд и шатание, и игра просто пойдет на смарку. Никто нормально не поиграет и будет винить в этом организаторов, хотя виноваты были сами игроки. И да, я понимаю, что не всегда указания от командира стороны бывают адекватными. Иногда командир стороны действительно может отправить вас на блокпост и стоять там аж до вечера. И ничего интересного там не произойдет. Все ситуативно, но если вы поехали на страйкбол, у вас выбрали командира стороны, вы могли и сами им так-то стать, но не стали, то лучше бы ему подчиняться, хотя бы прислушиваться к его командам и понимать, что происходит на игре. Именно поэтому так важна радиосвязь, потому что так вы будете понимать, что и где происходит. Так что здесь же можно добавить, что хорошо бы иметь рацию, настроенную на канал своей стороны. Повторяю, оборона, собираемся на первом этаже для защиты главного здания. Это какой-то скучный канал, надо, наверное, что-нибудь в паре селе включить. Шестая ошибка – это не смотреть наши видео по тактике. Да, на нашем канале Airsoft Truths мы выпускаем целую серию роликов про тактику в страйкболе. Обязательно посмотри эту серию по ссылкам в описании, а также можешь посмотреть по подсказке в верхнем углу экрана. Там мы разбирали целую кучу полезных нюансов, такие как оборона, такие как атака, укрытие в лесу, работа со щитами и многое другое. Так что много полезной информации и не только для новичков. Седьмая ошибка – это неправильный подбор снаряжения. Если предполагается, что игра будет происходить в лесной местности и там не будет ни одного здания, то не нужно напяливать штурмовой комплект и шлем с забралом. Так вы очень быстро устанете, вам будет неудобно передвигаться, а эффективности от вас не будет от слова никакой. Всегда подбирайте снаряжение под тот проект, на который вы едете. Если игра в лесу, используйте РПС-ку или нагрудник, а также дополнительную маскировку. Если это игра с тяжелыми штурмами или обороной, используйте тяжелые штурмовые комплекты и шлема с забралом. Правильный подбор снаряжения поможет вам не только быть эффективнее на игре, но и вам же будет удобнее играть в правильном комплекте. Сюда же можно добавить момент про правильный выбор камуфляжа. Если игра происходит в лесу, а вы отправились играть в черном комплекте, то заметить вас не составит никакой проблемы, и противнику будет очень легко вас подстрелить. Если же вы хорошо замаскированы или хотя бы используете нормальный камуфляж, подходящий под окружающую среду, то противник в лесу вас может даже не заметить, и вы сможете подобраться к нему достаточно близко, чтобы его перехитрить. Блин, че ж я футболочку-то надел в лес? Ай, комары, клещи. Да и броники тяжело, надо было РПС какую-нибудь брать. Борой правильно на свое снаряжение, сынок. Каждая свою боевую ситуацию. Восьмая ошибка – это неправильное использование гранат. И да, гранату действительно можно использовать неправильно, и здесь есть целая куча нюансов. Многие страйкболисты держат гранату в руках дольше, чем того требуется, и граната может взорваться прямо в руках. Иногда люди пытаются бросить гранату издалека, когда ее можно аккуратно закатить в помещение, и неправильно брошенная граната просто отскакивает назад на вас же. Также, используя страйкбольную пиротехнику, очень важно соблюдать технику безопасности. Желательно всегда иметь перчатки, чтобы не обжечься от гранаты, и если она вообще случайно сдетонирует у вас в руках, вам просто порвет перчатку, а не поранит руку. Несмотря на очевидность этих советов, я не раз видел, как граната взрывается в руках у игроков, как граната отскакивает от дерева или от стены и катится обратно к тому же, кто ее кинул. Поэтому еще раз проговорить это никогда не бывает лишним. Повторение – мать учения! Девятая ошибка, и только не смейтесь, это подбирать шарики для того, чтобы повторно их использовать. Казалось бы, мы все прекрасно знаем, что шарики должны быть новые из пачки. Если шарики даже просто просыпались на пол, лучше бы их не подбирать. Но когда люди только приходят в страйкбол и видят по полигону рассыпанные шарики, белую клюкву, то у них приходит в голову гениальная мысль, а почему бы не собрать эти шарики, ведь это буквально бесплатные патроны. И это очень неправильно. И здесь стоит пояснить. Я понимаю, что все прожженные страйкболисты прекрасно об этом знают, но если нас смотрят новички, то им будет это полезно. Использованные шарики, которые валяются по всем страйкбольным полигонам, грязные и деформированные. После того, как шарик ударяется об стенку, от него может отколоться кусок. Как только он оказывается на полу, к нему прилипает грязь и пыль. И даже если вы помоете подобные шары и попробуете их использовать, они могут испортить ваш привод. Загадить вам ствол, порвать резинку хопапа, просто застрять в стволе. Шарики не стоят дорого для того, чтобы собирать их просто по земле. Но повредить вашему приводу и, следовательно, испортить вам игру они могут. И повторюсь, несмотря на то, что это совсем очевидно, я наблюдал, как такое происходит. Десятое и последнее в нашем ролике ошибка – это не следить за своим снаряжением и за его настройками. Выпадал ли у вас хоть раз пистолет из кобуры, а магазин, граната или другое снаряжение? Если да, то данная ошибка именно про это. Правильная настройка своего снаряжения позволит не только эффективнее действовать в бою, но и не терять свои же вещи. Если вы неправильно закрепили кобуру, подсумки или неправильно разместили в кобуре пистолет, то вы можете его потерять, просто перелезая через какие-то укрытия или при быстром перемещении. Зацепились за что-то, пистолет зацепился, выпал из кобуры, вы его потеряли. И эта ошибка, наверное, самая важная в нашем сегодняшнем ролике. После каждой страйкбольной игры вконтакте, в обсуждениях, в теме потеряшки люди пишут «Потерял магазин, потерял пистолет, нашедшему вознаграждение». И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Этого легко можно избежать, если правильно настраивать свое снаряжение и понимать, как его использовать. Потому что, если вы правильно все разместили, у вас ничего не выпадет, ничего не сползет. Но зачастую на игре приходится наблюдать такую картину, как человек раз за разом поправляет на себе тактический пояс, потому что просто правильно его не отрегулировал. Или болтающийся бронежилет, который так и норовит слезть с плеч. Правильная настройка по размеру – это так же важно, как правильное крепление снаряжения. И все это можно сделать перед игрой. И избежать на игре неприятных ситуаций, когда потом придется искать свои же потерянные вещи, или прямо на игре регулировать на себе бронежилет. А на этом у нас на сегодня все. Если вам понравился такой формат ролика, то напишите об этом в комментарии. И мы обязательно снимем вторую часть, где разберем более подробно другие ошибки. Возможно, более сложные, возможно, более актуальные, если здесь были слишком уж простые вещи. А на этом на сегодня все. Пока!